Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы на ужин готовим салат, который называется «Невеста». Я его готовила очень-очень давно, даже не помню, когда это было, но знаю, что пробовала. Неплохой, можно поужинать. Что для этого мне потребуется? Куриная грудка копченая, она у меня в данном случае грудка ледейки. Я здесь взяла 400 грамм грудки. 5 отварных яиц вкрутую. Я вот сразу их разделила. Отдельно желтки и белки. 350 грамм картофеля здесь у меня. 1 луковица 250 грамм. Я ее уже сразу замариновала уксусом. Просто взяла ложечку уксуса, налила и залила водой, ну, чтобы покрылся лук у меня. Так вот он у меня маринуется. Майонез и сыр. Сыр нужны плавленые сырки. Ну, так как у нас тут нет плавленых сырков, мы вот решили взять вот такой вот мелко покрошенный сыр. Уже готовый магазин покрошенный. Так, ну, приступим к приготовлению. Майонез и сыр. Порезала я индейку. Теперь распределяю это по такой вот красивой тарелке. Теперь, значит, что я делаю? Я кладу сюда майонез. Следующий слой у меня должен быть лук. Я вот тут приготовила чашку. Физичка, потому что мне эта водичка не нужна. Я это все солью. Он у меня замариновался уже. Поэтому сейчас стечет водичка. О, как ты лук ешь? Он сладкий. Распределяем лук по нашей тарелочке. Опять мы промазываем этот лук, я промазываю майонезом. Этот салат, надо сказать, на этот салат идет много майонеза. И желательно перед тем, как его кушать, чтобы он настоялся часа два-три в холодильнике. У нас, скорее всего, это не получится. Мы сегодня были что-то заняты. Заранее не приготовили его. И мы его будем почти сразу кушать. Слоем я должна потереть картофель. И картофель мне желательно потереть на весу. Потому как этот салат, если я потру на весу, будет гораздо ниже, чем я его прихлопну, как говорится. Поэтому нужно мне постараться равномерно распределять эти две картошины и тереть сверху. Конечно, может быть, это не совсем удобно. Терочку удобнее поставить. Но зато, может, это на мой взгляд, может, это мне так кажется. Мне кажется, что это намного, как сказать, легче, воздушнее, нежнее. Сколько прилагательных аппетитов. Так, одну картошечку я уже. Покрошила. Теперь следующую. Я даже не забыла, что такое аппетит. Вот и следующая картошечка. Я его не подсаливаю, потому как майонез подсоленый. Так, следующий слой у меня должны быть желточки. Вот такие вот желточки. Один желточек я оставила. Я хочу сделать украшение. Еще не знаю, какое. Ну, в голове уже зреет план. Интрижка. Да. Но он мне нужен. Я распределила желток. Ну, вот, на желтки я не стала класть майонез. Тоненький слой. Сейчас я вот положу сюда вот такой слой сыра. Желательно бы он был у нас белым. Но купили вот что-то. Вот такой вот цветной. Такой красивый сыр. Ну, вот, я посыпала сыром. Получилось у меня 200 грамм сыра. Сейчас мы это все обильно смазываем майонезом. Потому как последний слой у нас остался. Белки. Это как бы будут и украшения. Белки. Он же называется невеста. А платья у невест обычно белые. Помещались детские бабочки у нас жили в маленькой комнате. Ну, там Андрей с нами, а ты с ними спала. А потом мы с тебя, себя перетащили. Четыре, на другом, но тебя не вдвоём. А потом дед один там был. АЛЕКС! АЛЕКС! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Распределяю равномерно, чтобы прикрыть слой сыра белком от яйца. Украшение я делать передумала, так как это салат невеста, пусть он у меня останется таким. Посмотрела, в холодильнике все такое яркое, пестрое, ну не для салата невесты, поэтому мы решили его оставить таким. Салат в принципе готов, его можно кушать, но если ему дать возможность настояться в течение 2-3 часов, то будет еще вкуснее. Всем пока, желаю приятного аппетита, желаю всем крепкого здоровья, счастья, ну и всего хорошего. Ну все, мы приступили к поеданию салата невеста, я думаю он необычно вкусный, вместо хлеба у нас чипсы. Готовьте салат вместе с нами. Ну все, я думаю. Пока.